Добрый день, друзья! Сегодня мы продолжаем наши беседы на библейском портале Экзегет о сложных, трудных местах Священного Писания. И сегодня мы рассмотрим следующий вопрос. Когда Христос проклял смоковницу до или после очищения храма? Здесь у нас несколько текстов, от которых мы будем отталкиваться при нашем рассуждении. Это Евангелие от Матфея 21, 12-21, Евангелие от Марка 11, 12-17 и 20-24. Сначала прочитаем то, что мы видим в Евангелии от Матфея. «И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков, и скамьи продающих голубей, и говорил им, написано, дом мой, домом молитва наречется, а вы сделали его вертепом разбойников. И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники, чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме, и говорящих о сана сыну Давидову, вознегодовали и сказали ему, «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им, «Да, разве вы никогда не читали?» Из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу. И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Путру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!» И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили, «Как это тот час засохла смоковница?» И Иисус же сказал им в ответ, «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделайте то, что сделано со смоковницей, но если и гореся, и скажете, поднимись и вергнись в море, будет». Евангелие от Матфея, 21, с 12 по 21 стих. А теперь мы смотрим Евангелие от Марка, 11 глава, 12 по 17 стих. На другой день, когда они вышли из Вифаний, он взолкал и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус, «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек!» И слышали то ученики его. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме. Из столы миновщиков, из камьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря, не написано ли дом мой, домом молитва наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Это Евангелие от Марка, 11 глава, с 12 по 17 стих. Теперь смотрим это же Евангелие, эту же главу, но с 20 по 24 стих. «По утру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему, «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла!» Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божию, ибо истинно, говорю вам, если кто скажет, «Горейся и поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому, говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Ученые-экзегеты предлагают такое решение. Христос на самом деле проклял смоковницу по пути к храму, как говорит Марк. Но это не значит, что описание Матфея ошибочно. Христос дважды ходил к храму, и он проклял смоковницу во второй раз. Марк 11,11 говорит, что Христос вошел в храм в день торжественного въезда. При описании того, когда Христос входил в храм, Марк не упоминает о выступлении Христа против грешников. Стих 12, описывая путешествие к смоковнице по пути к храму, на второй день употребляет выражение «на другой день». Это выражение указывает на повторение события. «В этот день Христос выгнал всех продающих и покупающих в храме». Матфея, однако, описывает два путешествия Христа в храм, как будто это одно событие. Это создает впечатление, что в первый день, когда Христос вошел в храм, он выгнал также всех продающих и покупающих. «Описание Марка, однако, более детально рассказывает о событиях, говоря, что на самом деле было две поездки в храм. Принимая это во внимание, у нас нет причин полагать, что в этих описаниях есть противоречие». Конец цитаты. Действительно, братья и сестры, когда мы внимательно исследуем Писание, и один текст Евангелия согласовываем с другими, мы начинаем видеть всю картину события. А когда текст выхватывается из общеевангельского контекста, тогда могут возникать видимые противоречия, которые на самом деле таковыми и не являются. Подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вам вовремя получать информацию о новых беседах, и берегите себя. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Добавил субтитров А.Кулакова